Здравствуйте! Это суть дела. Охлаждение в отношениях с Западом в сочетании с падением курса рубля негативно повлияли на поток туристов из России в страны Евросоюза. По оценкам экспертов, он сократился примерно на 40%. Далее ситуация будет усугубляться, так как после введения с 14 сентября обязательной дактилоскопии при получении шенгенской визы многие россияне откажутся от намерения посещать Европу. Не исключено, что и Россия в обозримой перспективе введет аналогичные меры для гостей из Европы. В этом случае и без того небольшой поток туристов из ЕС рискует сойти на нет. Туристический поток из России в Европу и из Европы в Россию начал сокращаться уже с начала нынешнего года. По данным Росстата, число россиян, посетивших европейские страны с туристическими целями, в первом квартале 2015 года сократилось на 32%. Некоторые страны потеряли более 70%. В частности, Литва – минус 88% туристов из России. За истекшие месяцы Евросоюз недосчитался примерно 40% россиян. Главным фактором, конечно же, остается падение курса рубля по отношению к евро. Сократился и поток европейцев, желающих побывать в России. По данным госстатистики, за первый квартал 2015 года число туристов из Европы снизилось более чем на 20%. Эти данные могут быть откорректированы в более позитивную сторону после того, как появится статистика за лето, поскольку европейцы чаще всего посещают Россию в теплое время года. Эксперты надеются, что мы увидим цифры на уровне прошлого года. За 9 месяцев 2014-го турпоток из стран ЕС в Россию сократился примерно на 10%. Уже через 10 дней россияне, желающие отдохнуть в странах ЕС, должны будут не только запастить необходимым количеством валюты, но и сдать отпечатки поясов. Тем, кто не имеет открытой шенгенской визы, без прохождения дактилоскопии ее не выдадут. По прогнозам экспертов туристической отрасли, введение этой меры сократит и без того небольшой турпоток из России. Первая причина заключается в том, что многие получали раньше визы через турфирмы или через представителей. Теперь же это станет невозможным. Как заявил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, такая практика приносит определенные трудности для граждан России, особенно для тех, кто проживает в регионах, так как потребует личного присутствия в визовых центрах, которые есть лишь в некоторых городах страны. Вторая причина – это элементарное неудобство. Если человек выбирает путешествие и пока не определился с выбором конкретной страны, существует большая вероятность того, что он поедет туда, куда поехать дешевле и проще. Существует еще одно необычное последствие, которое может быть вызвано новыми правилами. Как выяснилось, некоторые страны подготовились к тому, что новая процедура может отпугнуть клиентов и постарались максимально ее облегчить. Например, Италия сделала так, что турфирма сама остается в праве подавать весь пакет документов. Ее клиенту надо будет только к удобному для него времени подойти в визовый центр и сдать отпечатки, предъявив талончик, который ему выдаст та же турфирма. Во французский визовый центр придется идти со всеми документами и самому. В итоге может получиться так, что если человек начнет выбирать между Римом и Парижем, предпочтение будет отдано первому, исключительно из-за простоты оформления визы. В Ростуризме всерьез опасаются того, что Москва может принять решение об введении аналогичной меры для граждан ЕС. По словам главы ведомства Олега Сафонова, если МИД России захочет применить в данном случае принцип взаимности, это крайне негативно скажется на турпотоке из Европы. По его словам, в Россию часто ездят туристы пожилого возраста. Это не молодые люди, которым из-за небольшого количества российских визовых центров за рубежом будет гораздо сложнее получить визу. В Российском Союзе туриндустрии считают, что введение дактилоскопии для европейцев сократит турпоток примерно на 30%. Достаточно того, что российская виза стоит немалых денег. Здесь же еще прибавится необходимость идти в консульство. Тем не менее, риск того, что такое решение будет принято, существует. Дактилоскопия со стороны России может быть введена не просто как ответная мера, но и в связи с новыми миграционными вызовами, перед которыми стоит сегодня Европа. В то же время, российская виза для граждан Европы не совсем тождественна шенгенской. Последняя дает больше возможностей, позволяя ездить по всем странам Европы. А с российской можно приехать только в Россию. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok